так это все давайте я пока закамечу смотрите у нас есть такая такая вещь как опишка ребята давайте мы разберемся сначала на терминологии дать что такое 5 опишкой 5 и называет api application программы интерфейс тут если принципе будете заходить викида и так далее то вы в принципе но очень плохо поймете да что такое опишка но если говорить вкратце грубо говоря про простую ну простым языком то смотрите а представьте себе что допустим мы находимся в каком-то ресторане да и мы являемся пользователями его понимаете мы являемся пользователями и а мы хотим заказать какое-то блюдо блюдо готовится и так далее блюдо это наш сайт представим себе да и ну какая-то информация по сайту и мы как обычные пользователи обращаемся как бы к ресторану правильно и говорим чтобы он приготовил какое-то некое блюдо которое мы хотим и таким образом происходит что кухня шеф-повар которые готовят они являются бэк-эндом они готовят это блюдо нам что-то из него делают и как бы вносят к нам правильно но что такое тогда опишка опишка это наш это официант который приносит нам блюдо то есть он приносит из бэк-энда ну сначала он конечно из фронт-энда приходит ну как бы мы как пользователи это как бы обычные пользователи да мы приходим говорим заказ он берет наш как бы грубо говоря запрос фэч как раз таки помните относит бэк-энд бэк-энд его как-то обрабатывает готовит и в итоге приносит нам готово блюдо которое мы спросили и официант является вот этим вот промежуточным звеном который приносит как бы приносит нам данные да и как раз так опишка это является вот вот этим вот официантом понятно как это у нас работает а чаще всего опишкой мы уже сталкивались помните мы указывали вот эту ссылку допустим вот фейк опистор или placeholder да placeholder а так и у нас плейсхолдер а какой я ссылку указывали уже забыл что у нас там забыл как ссылка была ссылка оказывается у вас да placeholder джейсон то опишка это ребята вот это наша ссылка на которой мы делали запрос вот это это опишка понимаете да мы с помощью нее как бы получаем какие-то данные понимаете да вот это опишка то есть их ну огромное количество опишка допустим вот вот это это тех товаров которые я вытаскиваю да и так далее и у вот этого вот сайта который как раз мы будем сегодня делать это это наш сайт ну ну да сайт который помогает нам получить данные про погоду нынешнюю погоду данный момент как он у нас работает смотрите ребят вам здесь нужно будет обязательно пройти регистрацию вы здесь обязательно пройдите регистрацию здесь давайте вам скину эту ссылку так где наша группа ребят так я отправил ссылку на наш вот этот вот сайт чуть позже пройдете регистрацию хорошо смотрите что здесь она нам помогает да вообще здесь есть опишка которая нам будет помогать находить обращаться к вот этому бэкэнду то есть здесь сайт сам генерируется в эту логику мы не лезем хорошо мы знаем что у нас есть опишка как фронтендер который мы можем обращаться и а где я найти мы нажмем вот эту вот кнопку и 5 и здесь выходят какие-то данные да ну как бы здесь есть платный и так далее версии но целом нам нужно будет только вот это вот current версия видим current версия здесь я напишу ой нажму на кнопку опидок видим нажимаю и он не говорит вот на вот такую ссылку обращайся ты чё-то будешь получать тут есть разные параметры смотрите вот допустим вот этот лад лонг и и 5 кей да вот как бы все остальное как бы в таком виде но мы будем разный ставить лад лонг и также свои 5 кей лад лонг это типа слышали да вот географических этих говорят широта долгота вот эти до параметры а но короче они не очень удобно для нас почему потому что когда мы хотим получить погоду мы пишем город мы не пишем широту долготу правильно место нахождение как бы мы по факту говоря и не знаем что как находится правильно а поэтому это опишка чуть изменим но вот лад лонг а ну у каждого разного города получать есть свой своя широта долгота и пользователь когда отправляет запрос у него должен быть свой и 5 кей как раз таки когда вы пройдете регистрацию вам выдадут вас персональный ключ и 5 кей это вот ключ а пишки на свой у каждого пользователя зарегистрировавшегося будет свой ключ каждого у вас у вас мы сейчас будем пока пользоваться моим а то есть я беру вот эту ссылку смотрите просто первую эту ссылку и попробую подставить вот сюда и он не дал какую ошибку вам видно он дал мне 401 он говорит инвелит и 5 кей то есть он не говорит что у тебя неправильный и 5 кей потому что я его здесь не указал видим то есть вместо вот этого вот слова вместо вот этого вот слова и 5 кей ребята должно быть мой ключ какие-то цифры ну разные цифры вот если нажать на нее то мы попадаем на вот эту страницу members и вот мой и 5 кей видим да мой ключ смотрите я беру вот этот ключ и просто подставляя вместо вот вот этих вот вместо вот этого скобки вместо вот этого всего содержимого то есть вот так удаляю подставляю вот этот вот свой просто номер да вот этот ключ и смотрите я что-то уже получил видим ребята какие-то данные я получил какой-то я не знаю кантри пелл что это у нас может подгоржен ну короче ребят здесь в целом я уже видите какие-то данные получил но они неправильно сейчас сейчас мы должны получить данные бишкека да давайте попробуем узнать бишкек широта и долгота да и вот он не говорит широту долготу бишкека да на самом деле я не знаю что из этого широта что из этого долгота ну давайте так вот вот это мы возьмем да и вот смотрите видите здесь есть лат лонга но я так подразумеваю что первое это вот с до второе ш поэтому я вот первое значение вот это вот 42 попробую подставить вот сюда вместо вот этого лат видим да весь вот этот плат я убираю ребята видим просто вот этого и подставлю вот это вот 42 52 а долготу я подставлю вот вот такую вот вместо вот этого лат отправляя запрос и так ничего меня не поменялось да здесь так сейчас попробуем изменить так я сделала просто 74 а здесь делала просто 42 и видите я уже получаю кейджи но мне дал неправильную адрес он мне дал чеек да я не знаю как правильно будет ну короче это какой-то город или местность село в кыргызстане видим кейджи уже да это видим но сейчас мне нужно получать бишкек и прикиньте у каждого города у каждого местности есть своя широта долгота и не очень удобно как бы это все писать правильно поэтому а мы будем писать именно это именно city наш город который нам нужен смотрите вместо этого видите вот эту ссылку да ребят да и вместо вот этого влад лон ребята мы это все сотрем сейчас вот начиная с вот этого лада заканчивая ломом то есть вот здесь вот до начинаем я все это сотру вот так вот и попробую написать вот так с смотрите с равно бишкек так нас он не дал какую-то ошибку нужно нам немного поменять наши координаты ребят сейчас мы будем с этими координатами работать сейчас мы с этими координатами поработаем сейчас вот 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 такая ссылка нам нужно я извиняюсь тут оказывается не не с а q видим да я немного ошибся вот этот с я поменяю сейчас на q проверяю и все смотрите вот оказывается координаты бишкека даже здесь немного другие здесь оказывается видите другую не дает ну окей ладно пока будем пользоваться вот этим вот его широта вот его долгота вот и так далее значения вот я уже по обратился в бк и получил нынешнюю погоду в данный момент какая бишкеки да вот кейджи видите бишкек как бы к 200 статус все окей значит тут можно увидеть температуру 291 но она по кельвина считается и не в наша там по кельвина и так далее то есть видите немного облачно дать чуть-чуть ну короче вот есть у нас бэкэнд бишкека сейчас теперь ребята нам нужно сделать так чтобы мы чтобы мы могли получать погоду могли получать погоду то есть должны запрос отправлять вот сюда да смотрите что я для этого буду делать теперь я уже начинаю работать непосредственно с вот этими нашими данными да давайте вот это я пока тоже за камень чудо а основные стили пропишем здесь так сделаем вот вот так смотрите я здесь пишу вот что я пишу так у меня будет что у меня будет форма видим да ребят у меня будет форма какая-то где будет input где будет placeholder введите город и будет button ребята button получить получить пускай будет слово получить да то есть вот здесь ну вот это да у меня пока что сейчас все это красивенько мы оформим хорошо вот эти данные у меня есть давайте все с мы их оформим так я сделаю вот что сделаем вот так body допустим background хаки а потом display flex justify content center так вот пускай не вот так по центру да форма своей сделаем смотрите вид давайте так 350 пикселей background допустим глупость будет так что здесь у нас еще будет так давайте пока сделаем background white потом h 400 пикселей пусть вот так да пока или пока в принципе сделаем вот так лучше пейдинги пейдинги давайте 30 пикселей 15 пикселей вот вот так хорошо ну и здесь разберемся с нашим input input а а так чем сделаем ему видеть допустим 200 пикселей пусть вот такой да у него вид а врачи допустим 40 пикселей бордер радиус допустим там 10 пикселей Бордер нон, но его не видно, да, нам нужно сейчас, outline нон, так, и, ну блин, бордер нон, ну пока пусть будет вот так, да, хорошо, или там бордер можем другим цветом сделать, ну пока пусть будет вот так, давайте мы тоже, ну, чуть-чуть немного стиле сделаем, красиво, я сильно не сейчас не заморачиваюсь, но сейчас стиле, хорошо, вы сделаете их красивее, договорились все, это будет вашим заданием тоже. Паттену дадим стиле тоже, width 100 пикселей, hatch 40 пикселей, background, green, color, white, font size 18, border radius 10, вот так, да, хорошо, видим, да, то есть я буду писать сюда город какой-то некий, нажимать получить и должен буду, по идее, получать погоду. Понимаем? Но перед этим мы зайдем в JavaScript и начнем с логикой нашей думать, что мне здесь, во-первых, нужно, ребят, смотрите, во-первых, я должен получить вот эту формочку, видим? В JavaScript, ну, тег форм, правильно? Как мне его получить? Я сделаю вот так, let form, правильно? Ну, все это мы знаем. Документ, точка, querySelector, форм, консоль логи, смотрите, проверяю свой тег форм, да, ребят? И вот, видим, я получаю свой форм, видите, да, формочка моя? Все, я его получил, правильно? Смотрите, и вот этот баттон и input внутри него правильно содержатся внутри формы? И чтобы получить, допустим, к баттону обратиться, да, мне, к JavaScript, то я бы его вытаскивал опять, правильно? Let button, vtn, там, и вытаскивал бы его. Но если я сделаю вот так, смотрите, 0, форм 0, видим? То он мне покажет input, типа, как в массиве, да, 0, 1, правильно? Внутри формы же, вот, типа, два элемента. Это нулевой, это первый. То есть, если я сделаю 1, но это только у формы так работает, договорились? То вот он мне даст уже баттон, видим? Круто? То есть, в принципе, мы можем так обращаться хорошо сейчас. То есть, форм 0, это что? Сама форма, это вот эта вся форма, как, типа, да, как массив. А баттон это, этот, первый, ну, по счету, да, получается? Если я их поменял бы местами, то, как бы, баттон был бы нулевым, а этот первый. Правильно? Все, это все понятно, да? Хорошо. Тогда, это все мы поняли. Тогда смотрите, ребят, во-первых, нам нужно вот что. Смотрите, когда я нажимаю на кнопку получить, сайт видим, переобновляется. Посмотрите вот здесь, да? Мне нужно сделать так, чтобы при клике на форму свою, да, при клике вообще, вот эта форма не переобновлялась. У меня обновления не было, да? Ну, при клике на кнопку, правильно? При клике на кнопку. Поэтому я пишу что? Form 0, да, точка, это event listener, да? Я же буду, как бы, получать данные при клике на кнопку, правильно? Запускается функция. Видим? Да? Клик. И пока вот так, да, сделаем? Пока вот так. Но, смотрите, если я сюда напишу, его такой какой-то, да, event, видим? Видно? Смотрите, add event, вот, да? Сейчас. Event.preventDefault, видим, написал event.preventDefault, видим? Да? Какой-то event.preventDefault, но, смотрите, если я нажму сейчас получить, так, он все равно, да, мне обновляет, тогда, смотрите, извиняюсь, здесь сделаем вот так, submit, попробуем. Вот, видим? А, нет, он все еще, да, мне обновляет его? Так, сейчас обновлюсь. Вон, submit event.preventDefault, так, я тогда в форме обращусь. form, а, м, он, submit, попробуем, нет, да, это event listener, вот, submit, event, event.preventDefault, так, смотрите, проверим. Вот, сейчас видим, ничего не происходит, да? Видите, я нажимаю на кнопку, видно, да, что я нажимаю? Он не обновляется, то есть, event переводится как событие, event, событие. Когда я, вот видите, это event listener, помните, я же говорил, обработчик события, да? Когда я, как бы, отправляю свою форму, то есть мы же данные отправляем куда-то в backend, понимаете, да? Когда я формы данные, ну, формы, данные формы отправляю, то есть нажимаю на кнопку, да, и она отправляется, то event изначальное событие, событие у нас какое было? Переобновление сайта происходило. Я говорю, event preventDefault, как бы, не переобновляйся. Понятно? Вот это event preventDefault, это отключение его привитивных дефолтных значений, дефолтных своих действий. То есть дефолтное изначальное его действие само, форму, когда мы отправляем, сайт обновляется. Но нам нужно, чтобы сайт при нажатии не обновлялся. Поэтому я говорю, когда событие отправляет, происходит, ты, как бы, не обновляйся. Короче, не обновляйся вот это вот действие. Понятно? И я вот нажимаю, видим, не обновляется. Все супер. Хорошо. Теперь смотрите, сайт будет не обновляться, и дальше должно происходить у меня что? Я должен что делать? Нет, не получение. Сейчас я что должен сделать? По логике. Когда я нажму получить, что у меня должно произойти? Запрос отправится туда. Правильно? Должен отправиться запрос. И придет ответ. Правильно? Как отправлять нам запрос? Фетч. Было такое? Смотрите, фетч. И я сразу же отправляю запрос вот сюда. Правильно? Вот эта ссылка, это в бишкек отправляет. Правильно? И вот эти данные я сейчас скопирую к себе. Подставлю вот сюда. Видим, ребята? Вот я отправляю запрос. Смотрите. Просто, да? Вот этот вот фетч у меня будет происходить. Теперь смотрите, ребят. Нажму получить. Зайду в просмотреть код и проверю, как у меня код отработал. Вот здесь есть такая вещь. Помните? Сеть. Помним я вам показывал, да? Нажимаю получить. Во, видим? Появилось что-то новое. Смотрите. Вот изначально вот мои три. Index HTML, JavaScript style. Правильно? Получить. Опа. Видим, что-то я получил. Да? Нажму на него. Статус 200. Что это говорит? Все хорошо. Отлично. И тут есть какие-то данные. Ну, пока они нам не видны, но вообще мы как бы получили данные. Понимаете? Теперь мне его надо отработать. Обработать. Верно? Обрабатываем мы с помощью чего? С помощью чего мы обрабатываем запрос? С помощью .zen. Было такое? Было. Вот здесь я напишу так res, да? Здесь что я делаю? res.json. Есть такое? Что это делаем мы res.json? Да. Потом опять zen обрабатывает этот ответ, да? Я писал вот так, типа json. Ну, любое слово можно писать, да? json. И в консоли проверю это. Console.log.json. Да? Смотрите. Опять. Нажму получить. Все. Видите? Запрос получился. Захожу в консоль. И вижу, ребята. Видим? Я все это вроде бы что-то получил, да? Что-то я уже получил. Видим какой-то ответ? Тот же самый, что и здесь. Видим? Тут есть вот kurt, есть везе. Видим, да? Тут же они вот так идут. Вот. Kurt, везе, base, main, visibility. Ну, короче. Что есть, я и получил. Все окей у меня пока что? Вроде бы все окей. Супер. Работаем дальше, да? Смотрите, я этот ответ положил в джейсон. Мне надо его красивенько распаковать. Правильно? Да? И положить уже куда? Ну, форм можно. Вот здесь можно. Давайте так. Я создам здесь диф. Лучше вот сюда будем класть. Хорошо? Этот диф я вытащил сюда. Правильно? Letbox равно документ. Документ. Квери-селектор. Box. Да? И что я здесь делаю? Ребят. Джейсон. Смотрите. Вот это все у меня. Это массив. Так, вам не видно, да? Вот смотрите, вот здесь. Вот данные я получил. Это массив? Это массив, что ли? Тут же фигурные скобки. ForEach я не могу сделать, потому что это объект. Понимаете? Но здесь все максимально проще, ребят. Здесь даже думать не надо. Мы пишем вот так, смотрите. Box. Потому что мы как бы писали ForEach и так далее, потом L. Там что-то. Правильно? Но здесь L не надо. Мы будем писать JSON. Title там и так далее. Понимаете? Сразу. То есть сейчас я пишу Box. InnerHTML плюс равно обратные кавычки. Правильно? И здесь создаю H2 и пишу сюда, смотрите. Вот так. JSON. И тут есть что? И тут есть вот этот name. Давайте вытащим, да? JSON. Name. Видим, ребят, да? Проверим это. Смотрите. Обновляюсь. Получить. Опа. Появилось? Но оно пока неправильно выходит. Повторяю display flex. Вот там, короче. Понятно, да? Но получили, бешкет? Хорошо. Дальше. Как мне country получить? Создаю тег, да? Ну там, сделаем H3, хорошо. H3, да? Что я пишу? Точно? Смотрите, вот так я себе сделал. Где country? Вот name здесь есть. А где country? Да, sys, да? Ну size, sys, без района. Как угодно читаем. Что я должен написать тогда? Точка size. Дальше. Конечно, точка country. Видим? Смотрите, обновлюсь. Получить. Получаю? Хорошо, отлично. Идем дальше. Как мне вот это получить? Description, описание. Few clouds, да? Тут типа. Или main, без разницы. Ага. Так. Тег, да? Сознам сначала. Так. H4, доллар, джейсон, дальше. Точка weather, хорошо. Точка description. Так, давайте вот так сделаем, да? Вы уверены, Адилет? Эмир тоже уверен? Точно? Не стану. Как мне получить description? Description, как мне вытащить, не стану? Вот это все, как у меня названо? Как я это назвал? Это объект, но как мы его называем? Я же его как-то назвал, когда в запросе обработал, правильно? Какое-то имя у него есть. Не-не, нет, API это понятно. Вот этот объект, это что? Имя у него есть сейчас? У меня в джаваскрипте или нету? Нету. Нету или есть? Его имя? Вот же, джейсон. Ребята, его имя джейсон. Вот мы же от этого отходим, джейсон, правильно? Я его раскрываю. И тут мне нужно, смотрите, получить вот этот вот description. Как мне его получить? Вы сказали, вот джейсон.везер. Хорошо. Дальше. Просто вот так же. Ноль. Правильно? В нем же всего один элемент. Ноль. Потом уже после, точка. Description. Видим? Проверим это. Получить. Ну, он как бы сейчас у меня перезаписывается. Получаем это, ребят? Это понятно? Тогда. Задание сейчас такое. С моего ноута. Пойдемте, мир. Вытащите. Смотрите. Description. А, нет. Description мы вытащили. Ноль. Ноль. Получается. Типа вот этот везер. Джейсон везер это понятно. Получается у вас вот так. Везер. Массив. Объект. Нет. Вот так. Объект. Внутри массив. Уж на его вот оттесли. Это же объект. Везер это объект. Видим? Ну, ключ. А нет. У него сразу же идет, оказывается. Вот смотрите. Массив. Сейчас. Массив. Внутри объект. Понимаете? То есть, вот здесь сис, это понятно. Вот сис, это ключ. А внутри него объект. Правильно? Значит сис, это как бы объект считается. Верно? И он точка country. Девча, пожалуйста. А здесь точка, смотрите, если я попробую написать вот так, просто description, да? То он не даст ошибку здесь. Видим? Undefined. То есть, тут, ну тут надо прям вот этот объект переписать. Смотрите, вот так идет. LetJson, да? Равно. Это вот один объект JSON главный. Да? Потом здесь идет, смотрите, как. У него есть ключ weather. Да, weather. Дыгем ключ. Правда? Тут разные ключи. Вот есть weather. И этот weather не сразу же вот такой объект. Он массивом является. А внутри него уже один объект. Понимаете? Да? Вот. И тут как бы вот так идет. Weather. Потому что я же обращаюсь к вот этому объекту. А он здесь же в массиве нулевой. Если было бы вот так, то мы бы лада, эль, здесь как бы перебор делали бы, да? И у конеча, а нам уже один из них нужен. Ну тут же только один. Поэтому этот же объект нулевой. Ноль. И потом уже пишу точка description. Понятно, да? Да? Вот. Так, смотрите. Вытащить вам нужно будет, смотрите, темп, температуру. Скорость ветра. Ааааа. И... И чё? И... И давайте так подумаем. И вытащить надо будет еще... Давайте feels like тоже. Feels like. Time zone. Ну, все. Ну, все. Просто... Вытащите сюда. И... И... В общем... И... 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 но это возможно там же это сначала так Продолжение следует... 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 округлить да правильно округлить как мы округляли то напомнит не м с да 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 правильно мы с пишу вот так вот м с дальше . флор да тут разный вариант мы можем флор в принципе без раз давайте флор пока и вот вот эти данные сюда поставлю видим теперь проверю получить нормально ну и здесь просто там типа было тогда целься ну и я не буду сейчас прям сильно так заморачиваться да ну это можно вот здесь просто найти вот этот знак подставить да это вообще не проблема я думаю для нас так вот что-то у нас получается да что-то у нас получается вроде бы окей мы можем вытащить тут можно типа писать можно здесь стиле задавать и так далее и тому подобное короче как угодно с этим можно работать уже да но вот что происходит пишу пешкек ну условно да давайте пишу пешкек пешкек допустим москва пешкек короче какой бы я сейчас город не написал бы вот сюда у меня всегда будет выдаваться пешкек почему потому что я вот здесь написал q равно бешкек что угодно пишите я все время получаю пешкек короче он так отвечает нам поэтому нам нужно сейчас думать как нам сделать так чтобы данные которые я пишу вот сюда да вот этот текст попадал вот сюда правильно верно как это происходит давайте я вам это покажу смотрите ребят здесь есть такая некая вещь вот смотрите если я напишу вот так вот смотрите форм так давайте уже в консоли форм 1 до проверю свой какой-то форма детства так давайте даже его будем проверять вот вот здесь выше этого да просто вот они форм 0 форм 0 это мой input правильно а а если у него есть такая вещь . таргет видим да и в видите выходит какой-то отдыхает некий но если я здесь что-то сейчас напишу так таргет . валы так он не видит да и вовсе сейчас давайте его мы попробуем найти тогда вот здесь вот так консоль вот он этот input дал а смотрите event это точно его . таргет хотя давайте так было я сразу напишу к ивент валы смотрите получить видим то есть ну типа то что я ну понимаете да то что я сейчас короче напишу вот здесь допустим 1000 эти данные хранятся где в луи до форм 0 . в луя это у меня что это тот текст который я напишу правильно следовательно вот этот вот текст должен быть вот здесь вот зато правильно но если я просто вот так вот пишу это никакая не функция правильно да поэтому я вот это все заменяю вот так вот смотрите на обратные кавычки ребята тогда а вот вот здесь вот я пишу доллар помним типа ну я же и вот форм 0 . в луи видим до чем не оправлю на эту строку вообще ушел окей ладно мне коса прыгает ладно черт с ним теперь смотрите ребят пишу пешкек получаю пешки да то есть москва о по ребят это понятно мне сложно надеюсь так ну то есть каждый раз когда я нажимаю на получить у меня же вот эта функция отрабатывает правильно вот он верно которая отправляет не запрос и перерисовывать вот это все да ну правильно по логике а как она перерисовывать это все вот отправлять запрос вот сюда ведь верно да а то что я напишу сюда хранится где форм 0 . в луи правильно и я говорю что форм 0 . в луи будет вместо вот этого слова бишкек который у нас постоянно пешкек и поэтому к при нажатии у меня постоянно запрос будет смотреть как бы брать слова да ну текст который написан внутри input а и подставлять в эту ссылку и когда вы нажимаете происходит запрос на тот город который вы написали здесь вот и вся логика и после он просто рисует эти данные а у всех городов абсолютно одинаковые данные то есть смотрите вот видите у них ключи у всех одинаковые вот везер мэйн сейчас я напишу допустим тут кстати можно писать на английском на русском вообще без разницы ребят вот так то видим я получаю москву но у него точно такие же видите курт везер там бейс короче вот то же самое что и у этих у всех городов одинаковые только у них менять вот эти вот значения включения а сами включать одинаково все одинаково и как бы мы нажимаем у нас уже есть обертка красивая мы просто нажимаем и нас просто а новые данные просто подставляется в наш html-код и все это понятно на следующем уроке мы продолжим его красивее делать сейчас нам нужно сделать красивые стили логика вот основная логика вот это теперь нужно сделать все это красиво красивые стили оформить и так далее и тому подобное хорошо нет сейчас нет ну дома тоже надо будет сейчас не успеть поменять на рэд окей и это тоже кстати а у ребята просьба ребята сделали ну кто же это сделает прошу смотрите а сейчас что нам нужно вот мне не нравится вот а так смотрите я еще кое-что должен был исправить смотрите ребят вроде бы у нас все работает допишу вот москва получить получаем допустим напишу тут без разницы на русском на английском березу бишкек что происходит нет все получается но вот это вот должно сохраняться вот то что я прошлый раз москва написал вот на 5 бишкек нажму что что должно быть как мы это мы сделали такое или не делали на прошлом уроке мы еще не делали такое когда я товары нажимал они у него так копились да 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 что нужно делать пустой кавычкой смотрите куда мои данные вот эти все которые я пишу какой элемент они сохраняете что они заполняют да что они заполняют у нас они заполнять не вот эти в бокс смотрите вот видим бокс я же вот сюда пишу вот бокс и на рейтимал и внутренних создаю его правильно да они мой бокс заполняет следовательно мне нужно сделать что мне нужно изначально его очистить правильно бокс вот здесь напишу . и на рейтимал равно пустая строка да теперь проверим да я не правильно написал сори вот здесь да ну давайте бишкек напишу все круто все круто работает вам нужно все это красиво вытащить что такое бишкек там типа город тире там бишкек или еще как то чтобы допустим бишкек кейжи допустим в одной строке стояли какая температура здесь на следующем уроке ребят мы сделаем с вами фотографии то есть смотрите вот здесь есть такая вещь как смотрите айкон видим и тут просто 10d типа ну иконочка да такая тут короче есть такая вещь тоже как иконочка сейчас open weather icons тут короче есть такая вещь как иконочки они вот вот такие будут видим то есть типа ясная погода вот так ночью вот так и описание да его ну тут видите разные варианты их и сейчас нам что говорит бишкек бишкек ну тут москву мне дал да мне нужно бишкек найти бишкек смотрите 0 2 0 2 n на него стоит видим 0 2 n да вот он 0 2 n ну тут здесь и t написано это типа день да ну day а n это типа ночь night да и 0 2 n у нас вот вот такая few clouds ну чуть-чуть облачно да понимаете да немного облачно и мы с вами создадим фотку и вот эти данные тоже покажем там ну то есть они тоже будут изменяться у нас в зависимости от того какой у них она тоже будет изменяться это мы тоже сделаем хорошо но уже на следующем уроке там недолго в принципе но в принципе это сделаем смотрите что вам нужно сделать вам нужно пройти регистрацию на этом сайте openweather дальше вам нужно вот вот такую ссылку сделать там есть ссылка я вам отправлю но смотрите еще раз объясняю ребят если вы сейчас смотрите когда вы пройдете регистрацию только через час вы сможете активизировать ваши API кей понимаете да то есть когда вы регистрацию пройдете вам дадут вот такой ключ кей но он у вас будет этим неактивным там нужно час-два где-то на обработку хорошо а как только как бы он отработается здесь будет у вас все окей даст скажет вы можете использовать здесь когда пройдете регистрацию нужно верификацию пройти там через почту нужно зайти и типа там ну понимаете да как это работает потом дальше смотрите вот скинул я вам ссылку видим вы можете поставить эту же ссылку вот этот q равно бишкек вы только вот это слово бишкек изменяете на ваш город любой город вообще можно и вот равно а пит равно вот это начиная с пятерки у вас будет свои 5 кейсис свой вот такой персональный номер его можно найти вот так вы когда зайдете на сайт здесь будет вот это api вы на него нажимаете видим ребят да хотя даже можете вот так найти его вот здесь типа ваш аккаунт тоже будет вот здесь вы нажмете здесь видите есть моей 5 кейс видим и когда вы нажмете вот вот здесь у вас будет кей ваш а но смотрите ребят здесь еще есть кое-что важное это то что вы тут есть ограниченное количество запросов то есть я не знаю сколько тут по моему дается типа тысяча что ли запросов в день в сутки то есть зачем вот этой 5 кей нужен да каждому из нас дается в сутки тысяча этих ну тысяча типа шансов сделать запрос и если вы тысячи запросов сделаете больше то он короче перестанет отправляться понятно да то есть тысяча в день поэтому я уже я не знаю я мне кажется уже там достаточно сделать колес через некоторое время у меня просто это запрос перестанет приходить с интернета понятно поэтому вам нужно сейчас пройти регистрацию ребята на сайте я это скинул ссылку вот home open weather нажмите на нее проходим здесь регистрацию и так далее а я вам код весь и и и и и и и и